приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас будет очередное видео с геннадием горючим белокрыловым специалистом в области как это сказать правильно как вас правильно характеризовать мне сказали в прошлый раз что не надо лишних регалий как без лишних регалий не просто как противодействовать тем угрозам который как бы сейчас на нашу страну обрушивается сегодня обсудим вопросы как противодействовать угрозам которые обрушиваются на нашу страну в контексте даже вот убийство известного блогера журналиста владлина татарского которое недавно произошло на мой взгляд до моего субъективное мнение но принципе и вот сейчас официальные источники подтверждают что эта работа как бы профессиональных диверсантов это не девочка там какая-то активист когда сделала а что за ее спиной стояли как-то серьезные структуры вот эти все угрозы хотелось бы обсудить потому что не у всех почему-то наши граждан есть до конца понимания внутренние что мы уже находимся на войне да и это война может прийти в наш дом в любой момент как в центре петербурга в центре северной столицы провели такое вот мероприятие до наши противники вот сегодня как со специалистами дадим гавиловичем в этой области хотелось быть вопрос обсудить хорошо начнем давайте говорили про угрозу дологие 5 основных угроз вот хотелось бы про них поговорить хорошо значит уважаемые граждане надо понять и проснуться как вас и алан к этому себе присылать что война давно уже дитей туре она только масштабы все больше обретает до спецслужбы должны работать допустим тренинг главную роль фсб в какой-то степени свр должны получить информацию но вы поймите что вы думаете что этих спецслужб не коснулись изменений которые за 30 прошли конечно то есть также они испытывают недостаток специалистов поэтому я надеюсь что там найдутся умные люди которые начнут вспоминать старый вы восстанавливает то что было разрушено за 30 лет но мы самих с вами граждане должны тоже понимать что от нас безопасность тоже зависит это давайте сегодня красот об этих розов поварим я сейчас красок перечислил а потом как бы коснемся как какой угрозе противодействовать первая угроза которая началась в россии шлятся значит с 21 года это диверсанта их начали готовить на украине с 19 года на так называемом гунинтарном центре на базе каменец подольского училища инструктора были самых разных стран даже перечислить это десятка потора будет когда много хороших торсов собирается курс подготовки триме три месяца плюс как из небольших групп по 30-40 человек плюс как мотивированных то дядь беральня боков попала на это естественно их подготовить хороший десанта до диверсанты который готовлен они естественно проникнут у любой началом операции до я просто нормально не прерывается у вас ничего как-то было немножко прерывалась до 2 угроза это так называемый сочувствие сначала в операции часть у нас молодежь уехала часть осталась где не только молодежь но и чиновники сочувствуют что мы на бедную украине напали мы проявили а имперские амбиции хотим захватить ее и от слов эти сочувствующие перешли к делу в интернете сейчас очень хорошо для молодежи появляется предложение что допустим сожгите на железной дороге то то и вы получите за это возрождение но и школьники отвлекается студент на это дело это был московского области в чехово это иваново был еще в каком-то месте было то есть видите они начинают кто за деньги кто-то сказать как бы покрасоваться кто-то себя показать но не работают поэтому здесь надо как-то именно молодежь обращать внимание тем кто раз с ней работать следующая угроза третье это городские партизаны их ведь начали готовить 2010 года в лагерях на территории сирии и игрока да мы там почти по шестилетие лагеря как это уничтожали тех граждан нашей страны которые там воевали получали опыт городских боев но часть не свернулась и ждут своего часа а для их работы как бы все сделано чтобы городские профессионалы работе что нужно три составляющих базы это дома квартиры коттеджи вот в городе и в деревне это во всех властях есть диаспора как в рязани у нас и армянская и азербайджанская и грузинская другие они имеют эту недвижимость склады оружие допустим на территории рязанской области начали складироваться с 1993 года когда началась война на украине 1 14 15 год оружие еще больше поплыло поток допустим нас лет 7 назад в рязани было такой склад обнаружился случайно скрыли квартиру в которой хозяев не оказался там авария там было обмундирование вооружение снаряжение боеприпасы и взрывной собственно два десятка человек вот такое склады оружие есть их трудно из оперативной информации а подготовленные ли есть аж поэтому они могут актеризация следующее так называемые манипулируемые это сначала по школам прокатилась но опыт америки показывает что обрабатывая определенным образом часть населения короче молодежь которая эмоционально экспрессивно можно создать не только расстрела в школах или в институтах на работе на улицах америка сострадает аж этого то есть они манипулируют никуда не делись с ним плотно работают десятки институтов выявляет нужных клиентов и плотно потом работают на цели на определенное выполнение задачи играя на их самолюбие на их амбициях на их так сказать самомнение и так далее представляю что они чуть и как казанский стрелок и тоже пошел убивать повязка на бог там я бог то что он вышли что такой чуть и не по образу паду а какие-то недочеловеки какие червяки тебе мешают он пошел убивать аж вот эту угрозу ну и 5 наши спящие агенты проснулись которые кажется были завернованы в 90-х годах двухтысячных сейчас они работают показать показать в этом плане роза считать что мы беспомощно нормально да 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 сейчас нормально казачьи мы совсем без шум нельзя до спецслужбы будут я думаю что исправляться будут так сказать как бы на ходу перестраивать после сейчас заставлять все быстрее быстрее но а мы граждане почему ничего не принимаем дело в том что если нет в первую очередь граждане граждане в первую очередь сами могут не попадать в такие ситуации потому что ведь норд-дост и без там показал очень интересные вещи у нас у каждого человека есть как бы явный охранитель и чувство опасности то есть поэтому бессланно дорос показал такую просто об этом широко не афишит плохая способность то есть допустим часть людей вообще не поехала на этот концерт а даже у кого людей плохая способность чувствовать опасность они получают сигнал допустим за пять-десять минут до событий когда им уже эта опасность они сумели выйти с этого со школьного двора или с этого театра на дубровке они остались живы понимаете еще более был показать например в этом плане что как же андре могут наши чувства когда в дыма деревом две шахидки проникли в аэропорт от одна легально через госконтроля вторая про его сотрудник аэропорта как ввел на борт эту шахидку кто ждал посадный от самолет пять человек из этой команды не захотели лететь отказались ним как бы управление аэропорта шлифть мы не можем из-за вашей приходи задерживать рейс потом вернете нам багаж они остались живы поехали домой остальные все благополучно взорвались с этой шахидкой я к чему подвожу что товарищ у нас всегда есть возможность почувствовать угрозу в первую очередь принять сами меры во вторую очередь посмотреть окружающую обстановку в том же ведь кафе которым если судить по информации которая выкладывалась в интернете что охранники обратили внимание охранники сначала не дали есть ту туетку заместить нет она оставила и так далее геннадий герой подвисли интернет у вас подвисает геннадий герой вы меня слышите геннадий герой вы меня слышите какой-то сигнал они чувствовали охранники получили да слышно нормально подвисает я слышу нормально тебя да да вот если мы не будем тратить свои силы на эмоции на ругань кого-то на недовольство и так далее то естественно мы будем ничуть не счет делать то что это тянуло опасности когда чек спокойно занимается делом если человек исходит на нервы чем-то недоволен чем-то злиться то эти наши эмоции или мысли у него какие-то гнетущие в голове то эти наши эмоции мысли гнетущие как мощная радиостанция заглушает от сигнал люди получать сильно но не могут понять что глушится а если человек занят делом спокойно работа знаешь что мы работаем на победу мы все равно победим сигнал получается а дальше уже у человека есть возможность самому уйти из-за опасности не замечать или проявить бдительность посмотреть что же вокруг потому что посмотреть как сейчас люди себя ведут на улице в кафе каждый занят своим делом никто ничего как бы так просто хотя бы бросать взгляд но по сторонам не делать эти опасности тоже влад который он же тоже как бы должен понимать что охота идет и за ним тоже потому что эта фигура которая как бы до резонанса будет если они приведут спецсульбы украины получили хороший эффект от того что видите мы доработали как специалист скажите мне пожалуйста вот я же как-то логически представляет во первых такую бомбу изготовить но это же не просто сапер сделать она была виде художественного произведения то есть это человек делал нет высокая квалификации правильно тарас во вторых как ее инициировали то есть кто-то же нажать тоже был кнопку пуск да грубо говоря это вряд ли это девочка была то есть куда будет рядом товарищ который подорвал его как это вообще произошло как вы думаете нет то смотри алан делать тоже как бы эту операцию как и вот до этого когда разговаривал с максимом и шамилем готовят спецслужбы они все подготавливают находят исполнителей да кажется и эти исполнители видите как вот сейчас легко же среди молодежи как найти получается создают впечатление что будто как бы они здесь ни при чем эта девочка естественно сама не могла ничего сделать сама не могла ничего отследить и четко направили в нужное место а как приводить действие да тут несколько способов кто-то может убедишь что девушка передала нажать с улицы дальше допустим девочки могли но это не знаю могли сказать что нажми эту кнопочку и там на какой-то маленький ползуночек на этом может скорее что девочки это не говорили и сказали что выручи эту статуировку и потом сама как уходи до уходи а так может допустим нажать такую кнопочку или какой-то маленький включатель и он допустим через две-три минуты сработать все временно это не суть важность это как бы специальная техника есть специалисты которые делать и такие вещи более же я просто хочу это подчеркнуть вот почему это важно вот сейчас же многое стало говорить что девочка вот сама такая вот она активистка патриот как эти шахидки раньше были дал там натолкали там взрывчатку болтов и пошли себя подорвали да вот примерно типа такого же а я говорю там работали специалисты даже самую изготовить такую бомбу виде художественного произведения это обычный вот мой друг сапер такое не сможет сделать эти монку поставить может такую изделие сделать не сможет нет из девочки герои не надет ее использовали просто как кажется расходный материал потому что она не тянет не террористку не на идейного борца то что да были у нас которая ради высокой идеи жертвуя собой но они теракт но они теракты проводили не так чтобы как бы они именно один на один пытались как бы то дали тогда а это действительно потому что что пропадает геннадий в этой же связи следующий вопрос у меня вот возникает а чем объясните нашим людям чем террористы отличаются диверсантов вот у меня тоже много споров по этому поводу происходит я говорю когда вы говорите что теракт вы упрощаете ситуацию потому что теракт это ну вот какие-то как вы говорите активисты там идеологически накаленные люди но обычно одиночки там или маленькая группа диверсанты то люди за которыми стоят государственные спецслужбы целые да это же небольшой да это диверсант это только естественно но и те и другие могут проводить террористик акции что такое террористик акции тоже понять не совсем четко но как бы в основе террористика лежит преднамеренное осознанное уничтожение тем или способом большого количества людей с целью запугания устранение неугодных создание паники атмосферы страха в обществе вот основная цель всех терактов я представляю что могут и диверсанты в этом участвовать и как говорится привлекать к допустим дает крымский мост почему крым смог теракт если бы спецслужбы ракетным обстрелом в украине спецслужбы ракетным обстрелом или закладки каких-то мин на этом мосту или поставили бы диверсантов которые проникли бы на этот мост заложили бы и зарывали там состав который шел бы это было бы не теракт почему это было то сказать удар по статистику объекту раз война идет нас но так как эти спецслужбы использовали это же многоходовая была операция они использовали в темную доставка спорта болгарии в грузии с грузии сюда и т.д. и водители которые ехали я думаю что они не знали что они здороваются на этом мосту нет то есть вот это теракт очень дело а если повторяю это сделали вот так вот это был тогда бы удар и слушаем военного объекта и сегодня когда они привели да вопрос тогда кто должен бороться с такими товарищами до которые нам не товарищи но это же профессиональные структуры профессионально подготовленные люди это ну это и соответственно мне кажется и те кто с ними борется должны квалификации обладать не меньше а лучше больше чем у них правильно то есть немножко не те структуры которые в мирное время используются нет у нас эти аналог все шапака все ингредиенты сдают но и сами структуры сами структуры тоже пока слабо могут работать потому что повторяю что мы растеряли очень много специалистов я другом хочу понять что это все-таки сама работают простые градусы не смогут но допустим как бы там приходит заниматься охранниками сейчас подготовка охранник который важно объекты охраняет я им так говорю да на ваши объекта не проникнуть потому что иначе они будут диверсанты или это слишком не узко да и слишком плохо подготовили но я такого не могу сказать знаю уровень подготовили много что вы можете сделать очень просто когда кажется создается вот такая ставить задача начать эти специалисты или сами диверсанты или через кого-то устанавливается наблюдение за этим объектом как и за татарским у вас слежка значит получалась формация о нем то есть уже создается какое-то ментальное поле дальше когда уже допустим если как там допустим завод группа собирается диверсанты проник пусть там два-три человека все они уже готовятся они уже настроились пошли вот этот как это такой посыл люди которые спокойно находятся в объекте они будут улавливать то уж сейчас и будет грозить опасность понимаете поэтому я охранник говорю что вы должны находиться равновесие почему это помогает это в равновесии данных конечно тогда даже сказать что алкоголь употреблять нельзя в таких случаях чтобы это все работало естественно нельзя потому что он снижает да я могу при этом по чечне об этом мало говорят вот уж не пришлось заниматься что допустим там вот наши группу устраивали засады но так как они очень ну не фонили потому что да да связь говорю это барахмит вот оно что-то последнее время стало периодически особенно к вечеру как-то интернет ухудшается почему-то ну просто мужчин за пользователи до бывает знаете перегружена сеть у вас да может быть вот даже вот так что вот нас даже училить опыта кататься лишь наблюдателем не смотреть прямо на противника а боковым зрением потому что прямо ты его даешь ему сигнал так вот прочим в чечне показалось что как мы их назвали дети гору них и так были они цивилизации испорчены они за 500 метров определяли мест нахождение службы группы по ментального фона и лучшем случае для группы если они ходили сторону но в худшем случае для для группы это кончалось плохо почему разведдозор головной продолжал движение по маршрут его групп пропускала ядро группа заходила в тыл против в тыл этой группе которая почему-то сзади не уставляла хранили и наблюдатели растерливала то есть повторяю что у нас есть возможности которые позволяют первую очередь нам себя база обезопасить во вторую очередь когда сигнал получаешь так возьми посмотри по странам то оглянись как эти пять человек которые ждали посадки и вдруг почувствуют что будет что-то плохо они не знали какая опасность они знали что их ждет но они почувствуют что лучше не лететь они остались живы все но в людях же такие способности я просто сам тоже тренировал их и тренирую людей учу это же ну все равно тренировать как-то надо это не тривиальная штука нет это у всех есть просто находиться в спокойном состоянии и все тогда сигнал этот получит а то конечно когда мы спокойном состоянии желательно без внутреннего диалога да сидеть в абсолютном покое нет зачем внутри диалога это уже друг это уже надо так заниматься нет здесь просто надо четко понимать что мы все равно победим вопрос только стоит цене такой чтоб цена была меньше люди просто надо понять что хватит отвлекаться в какой-то степени мешать потому что лишние эмоции по поводу министерства обороны и по поводу фсб это что же положительно не дают когда слишком много эмоций выливается нет каждый должен заниматься своим делом а не так что вот допустим пожалуй в Белгородской области когда диверсионная группа проникла мальчик там детей убило двух и так далее так ведь произошло ну чё тут по поводу этому слишком кричать диверсанты проник через границы даже который охраняет советское время тренировались вопросы отрабатывали здесь надо было другое здесь когда это произошло надо было общественности народного фронта к отделение которое сейчас везде попросить губернатора собраться и обсудить то что за неделю до этого губернатор доложил нашим президенту что все нормально все хорошо я ведь не в том что почему диверсанты одев то что почему не сработали почему не был перекрыт участок границы эта задача как пограничников так и территориального оборона которую сейчас создают а там должна быть территориальная оборона значит вот вместе этом народного фронта общественность не всем определенным лицам которые действительно собраться обсудить почему это было в чем получился прокол какие ошибки были допущены почему губернатор доложил а это не сработало ведь или он тогда получает наврал так что ж ты обманываешь стал журналист по геннадий гаврилович это вас президенту то есть и исправлять ошибку они пиарится как не происходит вместе разбираться заставлять или исправлять или по новой это работа делать если она фактически оказалось не сделано только на бумаге сделали отписались еще об напротив ничего на практике ничего не сделано вот я считаю какой должен быть сейчас работа ну вот вы же как специалист на то все дело смотрите вот даже даже тоже уже требует от губернатора вот мы сейчас вот я в осетии живу у нас по сути приграничный регион да вот у нас буквально там за хребтом уже находится грузия там натовские базы там спецназы их не ракеты бог знает что еще да то есть они там вот нарышкин выступал когда позавчера глава службы внешней разведки и сказал прямо что в грузии готовит как бы россии второй фронт открыта на кавказе да прямо говорит уже да то есть у нас фактически при фронтовая зона а что нам нужно требовать ну вот обычные люди да мы же не понимаем то есть ощущение как говорите тревоги есть интуитивно подсказывает что это нездоровое происходит а что делать то надо в данной ситуации но как все надеются как бы на армию силовые структуры но показывает практика у них своих проблем тоже хватает согласен ну значит надо раз уже обстановка накаляется как в этих приграничных зонах приграничных областях с украины было введено особое положение так и здесь особо вложение особо положение гулять дальше кажется не обязательно территориальные батальоны терроробороны создавать добровольцев чизин команды поле желающих как это кто будет помимо своих обязанностей периодически допустим привлекаться и день дежурства неделю допустим дежурят они потом их сменяют они работают вот так допустим таким вахтом может можно постоянно основе сделать это исходя из мест условий вот такую работа у вас интернет что-то вообще барахлит у меня очень большая скорость поэтому вряд ли у меня проблема геннадий гаврилович у меня слышите чтоб люди уже и изучали верно работать исходя из конкретных условий данном местности это же опыт был и советское время когда место жители по разным способом помогали по граничникам то есть тоже не могли все прикрыть даже хотя у нас то границы баланс замки это не пролегали диверсанты но вместо жителей по каким-то признакам замечали вдавали подсказки там соли там какой-то незнакомый и так далее все то есть да и сената как вот есть у вас мнение какое-то по поводу того что насколько вот ну грузия реально готова или там нато со стороны грузии грубо говоря ну неважно как за кавказе и на северном кавказе открыть вот этот второй фронт про который нарышкин говорил насколько это вообще реально это реально водка сейчас соединяешь от америки пытается со всех сторон как так или начиная скусить не получится в грузии допустим грудь сейчас они пытаются типа цветную революцию опять может того же миха сакашили привести к власти ли кого-то другого то есть поставить типа зеленского не получится грузии армении не получит армении в казахстане не получится в казахстане в турции сейчас они направляют то есть они сейчас пытаются нам создать негативно обстановку напряженную по всему периметру. Да, это в какой-то степени будет нас заставлять, вынуждать. Поэтому они сейчас работают. Где получится хорошо, где не получится, еще в другом месте. То есть ищут, где же есть наибольшая слабинка, чтобы там вспыхнуло. Вот чем они сейчас занимают. Поэтому если удастся им провести цветную революцию, конечно, не поставить нужного человека. Значит, резко он пойдет обострение. Если не удастся, значит, останется правительство, которое сейчас у нас будет нормально. Вот от чего это зависит. Но американцы сейчас прилагают все усилия для того, чтобы там, где тонко порвать, там, где может зажечься, зажечь. Все. Это и Прибалтику они сейчас везде. Да, и Болдова сейчас уже в состав Румынии чуть и не включается. То есть, понимаете, вот так создается напряженность, на которую в той или иной степени нам придется быть готовыми реагировать. То есть они как бы стремятся, чтобы мы растянули силы по всем границам. А у нас они большие, длинные. Ну да, согласен с вами. А вот еще можно вопрос по поводу этих городских партизан. Почему вот спрашиваю, вот с 14-го года статистику я смотрел, порядка 7 миллионов граждан Украины бывшие получили российские паспорта и вот так или иначе вот осели в Россию, да, там, беженцы, там, ну и прочие, переселецы, да. С 14-го года несколько миллионов, 7, там, вот около 7 миллионов. Вот, ну, вы представляете, какая-то масса там, а может быть, среди них будет сотрудники и военной разведки, ГУРа, да, и СБУ, там, и Бог знает, кто еще. Могут, естественно. Под видом беженцев, переселенцев, спецслужбы всегда засылали и будут засылать своих сторонников, своих диверсантов, своих. Обычная практика, выделяться не нужно. Просто другое дело, что у нас учет не совсем правильно лажен, то да. В чем дело? Где же это решается, именно прерывается? Да, что прерывается. Нет, нет, у вас какой-то со связью, да, проблемы. А вот, а вот есть какие-то вот маркеры, вот вы как специалисты можете понять, что вот, ну, грубо говоря, понятно, что у них у каждого есть какой-то свой план, есть некий час икс, когда там, грубо говоря, им дают команду, и они начинают действовать. Вот какие-то вот признаки понять, когда им эту команду дадут, вот тогда начнется что? Это тогда среди простых людей, как бы люди даже если почувствуют, но не поймут, это должны такие специалисты быть в спецслужбах. Потому что в свое время были разные уникальницы. Дело в том, что, я могу только два примера провести, я лам. Первый момент, 14-й год, там мы занимались в составе группы подготовкой, ну, противодействие террористическим актам. Все. И, значит, в течение двух недель, где нет недели, мы из Грозного уезжали, приезжали, и вот как бы чувствовалось, какая-то такая напряженность. То есть некоторые товарищи обратились, какая-то напряженность. Счет от как-то, вроде посты работают, но что-то как-то не так. Как только мы закончили работу, уехали, через, буквально через, в субботу и в субботу уехали, в понедельник началось. То есть напряжение было. То есть, есть, были таких специалистов раньше, я знаю, которые вот именно улавливали это ментально, и начинали работать. Потому что простой играть, да не даже, может уловить. Блин, такой интересный разговор у нас, и вот с интернетом проблемы опять. Что же это такое, а? К такой важной теме подошли. К моей любимой практически. Геннадий Габриев. Близник того, что что-то сейчас, ближайшее время будет, да. Связь нет, нет, пропадает. У вас нормально бывает? Я пока так не вижу, слышу, но... Вы меня пропадаете, нет, нет. Это очень интересная тема такая. Знаете, мне бы хотелось вообще отдельную передачу с вами сделать по поводу того, как человеку развивать себе эти качества, эти способности. Потому что это важная штука. Я сам как-то в Донецке, когда участвовал в этих боевых действиях, четко чувствовал, вот где прилет будет, где надо сидеть, где не надо сидеть. Так все правильно. И самое главное, там начинаешь из-за страха этого и смерти, но смерть же рядом, да, это же не шутки. И поэтому слушаешь себя просто. Если в мирной жизни ты можешь там отмахнуться от своих ощущений, да, то там просто вот эти все, как сказать, рецепторы включаются на 120 оборотов, знаете. Все правильно, ладно. Потому что у каждого такая способность. Надо просто ей доверять и работать, да. Можем немножко поговорить о том плане в следующий раз. Если сейчас сейчас будет плохая, давай, допустим, тогда прервемся, да. В следующий раз поговорим подробнее. А второй был случай, когда Крымский мост. Я и туда, и обратно ездил с товарищами. Как раз уже обратно возвращались, получается, где-то за три дня до взрыва. И тоже вот приезжая по мосту, настрой был, и мы почувствовали, что какая-то напряженность на мосту. Что-то еще посмотрели, что-то вдруг. И там кто на посту плохо проверяет сотрудники Росгвардии, что-то фуры как-то так. Дело как-то чувствует. Мы специально это обратили внимание. То есть, а потом через три дня вдруг там теракт. Хотя сразу напряжение это было чувствовалось. Понимаете? Ну вот хорошо, вы его почувствовали, это напряжение. А что вот вы можете сделать? Вы же, например, вы можете сроки определить, когда это что-то случится, катарсис, или как? Вот напряжение человек чувствует. Нет. Я же еще сказал, что дело в том, что там потом было предложение другое. Моего товарища там пытались спрессовать, обвинить в теракте, в котором я встречался. Как бы так вот так, что они не на то направляют усилия. Дело в том, что я еще говорю, что этим там нужно специально заниматься. Если только просто так выручить, это были люди, которые чувствуют, что вокруг этот объект или в этом районе создается напряжение, значит, поднимается агентура, работники соответствующие с конкретными заданиями начинают работать. Кто-то начинает своих опрашивать, кто-то начинает через свою агентуру смотреть, кто прибывает там или что. То есть здесь все. Просто сигнал как бы является крючком для того, что включается в неприведение. Внимание. Внимание. Да, внимание. Внимание. Внимание уже начинаешь пытаться понять, в чем проблема. Я тоже так делал, кстати. Да. В чем проблема и начинается проводить дополнительные приятия, которые выявляют. А так, если без этих дополнительных приятий, то извините меня, как ты сделаешь? Нет. Вот в том же воронеже, когда был в 21-м году взрыв в автобусе. Вместе с лишним сотрудники даже близко не хотели понимать, что это теракт. Хотя на видео, которое мне прислали с вами, было видно, что там одна женщина спокойно подошла кого-то, подошла, подошла, потом она идет, идет. За ее переносной надо же не обратить внимание. То есть, понимаете, вот в чем дело-то. То есть сотрудники настолько сейчас занимаются тем, чем нужно, что на такие мелочи, а из мелочей складывается большое. Поэтому просто нужно сейчас привлекать старых специалистов, есть такие, так сказать, ну, заниматься этим вопросом. я работаю там еще, допустим, немного там другой, как бы организация Омега. Мы занимаемся там как раз именно проведением тренингов для действий в нестатанных ситуациях. И как бы поступил, было лет, наверное, 10 назад такой заказ, так сказать, могут ли подготовить сотрудников, которые будут являть террористов в толпе. Ну, как бы подумали, посмотрели, да, есть у нас кто занимался страшным делом, представили свой план подготовки, который включал мини-понятия. Ответ сверху был такой, а что, за неделю нельзя подготовить? Мы их послали подальше, потому что эти люди компетентны, вроде бы, высокие чины, они не понимают, о чем идет речь. Тут за месяц и то тяжело, а за неделю, извините меня, вот какие сейчас преобладают тенденции, это все можно быстро решить, да не решается это быстро, это полномерная работа, поэтому не надо ожидать, что у нас все-таки неплохо работает, но не надо ожидать, что они быстро научатся, нет, на это уходят годы, поэтому сейчас нужно эту работу начинать, активизировать, вот и все, другого нет пути, у нас война все равно не будет, не едва. Подготовка, это еще надо еще искать людей, которые предрасположены к этим вещам, есть, это же тоже еще вражденные качества. Этих людей надо выявлять, с ними отдельно работают, это целая работа, как говорится, по цепочке, которые решают, одни одно делают, другие другое делают, ведь на западе же не зря десятки институтов работают в сетях, смотрят, как народ реагирует, как молодые люди на то или иное событие ищут своих клиентов, одних для одного, другие для другого и так далее, то есть интернет большие возможности не раскрыл, а мы в этом пока работу упускаем, поэтому, конечно, мы пока проиграем, но будем учиться, что сделать, дойдем до того, что будем создавать аналог СМЕРШ, потому что он действительно нужен, потому что обычные сотрудники Росгвардии, внутренних дел, не смогут они противодействовать, это же хорошее... Да. С Молтавой должны волки воевать, как минимум. К ним пока не обращаюсь за помощью, потому что этих специалистов почему сейчас не привлекают, скажи мне, почему сейчас не привлекают хороших специалистов, потому что он не будет слушать, дурь, пошлет подальше начальника и скажет, ну, дело так, решай сам, вот и все, они же все знают, все умеют, ну... Конечно, тем более, они СМЕРШ боятся, потому что СМЕРШ, иногда может и в их окно постучаться, понимаете? Можете это... Это же дело такое, они же с диверсантами борются, понимаете? Тут бац, по цепочке вышел на какого-то важного руководителя, там, еще что-нибудь. Ну да. А так как у СМЕРШ были особые полномочия на решение вопросов, поэтому и боятся. Но с другой стороны, если как бы государство хочет выживать и народ хочет жить, да, продолжать свое существование, жить просто, народ хочет, то такие структуры будут созданы. Будут. Дело в том, что у нас ведь, поймите, сейчас ведь пока еще у нас сильны олигархи, вот в чем дело. У нас капитализм олигархийский, поэтому они пока крутят своих интересов. Поэтому люди надо просыпаться быстрее, и если у большинства населения будут мысли положительные, то есть направлены на победу, тогда чиновникам многим придется не сладко из-за ментального давления. А сейчас пока у нас чиновники, мы не спрашиваем с ними, со стороны работают, а они у нас разделили, что военное, что гражданские на четыре категории. Одни замерли и ждут, что же будет дальше. Другие хапают еще больше, чем раньше, чтобы на жизнь потом будущую не было. Третье саботируют, а четвертый занимаются предательством. Все. Вот четыре категории везде, в любой структуре, где есть чиновники, потому что за 30 лет мы вырастили таких чиновников. умных убрались, патриотов убрали. Вот надо потихоньку начинать. Тут больше будет именно играть влияние общества. Когда спрашивать будет, как я привел пример, как надо было с губернатом Белгородской области говорить. Не пиариться ему и показывать, что вот он с мальчиком, а именно произвести разбор ошибок, и что нужно для того, чтобы исправить, кого нужно привлечь, как людей мотивировать и так далее. Вот. Это обычно планеты работы, если мы находимся в состоянии войны. Все. Тут ничего нового нет. Да. Спасибо, Геннадий Гаврилович, за очень интересную беседу. Как бы, друзья, отправляйте видео своим друзьям, пишите комментарии, будем по возможности отвечать. Ну и периодически будем с Геннадьем Гавриловичем записывать видео, потому что время сейчас такое. Хорошо. Время сейчас такое. Благодарю, благодарю, как говорится, кто слушает тебя. Если что-то поможет, буду рад, потому что правильно, кто-то отмахнется, но кто-то здесь додумается, это уже будет хорошо. Значит, люди начнут понимать и думать, и работать. Тогда мы будем быстро. Про ментальное давление это вы хорошо сказали. Да, это правильно. Вот именно. Коллективное давление нужно. Спасибо. Хорошо вам. Все, до свидания.